Вот, занимаются зерновыми культурами всякими, складские помещения у нас есть. Слушай, извините, я перебью, скажи, а что у нас по банкам? Что там вот по заявкам банковским? Сколько было у нас за вчерашний день? Так, за вчерашний день было около, если не ошибаюсь, около 10 заявок. Вам нужно очень хорошо запомнить следующее, это очень важно, проинструктирует персонал, что банки для нас, при том, как бы мы их не поносили, для нас это главные клиенты, потому что это главные поставщики неплатежей. И единственное, куда банки сейчас могут сливать свои неплатежи, это к нам. Поэтому к ним особое отношение, самое трепетное. Нам от них не надо ничего, кроме их неплатежей. И мы не будем выбивать эти неплатежи, мы не коллекторное агентство. Мы будем превращать эти неплатежи в товары через систему, по тем спискам, которые предоставляются на обратной стороне заявки. Вы этот бизнес открыли на свои средства? Да. А почему решили вернуться именно сейчас в активный такой бизнес? Потому что я почувствовал, что я нужен. Я же кризисовет, можно сказать. Я же по кризисам в основном работаю. Вы верите в рубль? Или вы уже спели по нему панихирую? Я верю в Бога. Ни в рубль, ни в прочую хрень я не верю. Те деньги, которые у меня есть, чтобы не хранить их ни в долларах, ни в этих самых, я храню их в товарах натуральных. Это щебень, это мед, это зерно. Это большие площади у вас должны быть. А я их не таскаю туда-сюда. Это моя собственность в разных местах. И я их превращаю оперативно в деньги, в зависимости от того, что сейчас лучше превращается в деньги. Хлопок сейчас в отличной цене был. Я в хлопок превратил деньги. То есть у меня же база данных. У меня сеть антикризисная. Я другим-то людям предлагаю им пользоваться. Во-первых, надо с пониманием отнестись к тому, что за все надо платить. Вот они побездельничали, большинство людей городских, за последние 10-15 лет. Теперь надо за это расплатиться. Вопрос в другом. Вопрос в том, как из этой тяжелой ситуации, которая уже неизбежна будет, как из нее выйти. Выйти в ядерную зиму или выйти в возрождение экономики и нормальное функционирование государства. Но про зиму это серьезно. Абсолютно. Вот в этом вопрос. Есть две стороны одной медали. Это резервная расчетная система, которую надо вводить, пока нас кидают там со всякими мировыми валютами в наглую. Нужно просто дистанцироваться от этой проблемы. А для этого нужна резервная расчетная система. Как была создана резервная финансовая система в США во время Великой депрессии, нам сейчас надо создавать, и мы создаем резервную расчетную систему, не финансовую, а построенную на основе глобальной компьютерной сети. То есть в режиме системы глобального бартера. И мы дистанцируемся от этих всех наперсточников, которые разводят нас с долларами и с евро. Это во-первых, что необходимо делать. А во-вторых, вторая сторона медали, для чего это делать? Это нужно делать для того, чтобы изменить соотношение неработающих и работающих людей. Чтобы неработающих стало меньше, а работающих стало больше. Чтобы графьев было мало, а тех, которые работают, много. И тогда все встанет на свои места. И поэтому надо расселять мегаполисы. Потому что мегаполисы это и есть муравейники неработающих людей. Журналистов, юристов, пианистов, гитаристов, охранников на воротах, гаишников и так далее. Всех тех, кто живет за счет горстки тех, кто работает. Или у нас будет тяжелейший выход из кризиса вниз в пропасть, или будет бесплатная в том числе раздача земли. Понимаете? Ну а дальше бесплатная раздача квартир, машин и так далее. Квартиры нахрен никому не нужны будут. Они здесь будут пустые стоять по Москве. Понимаете? Вот мегаполисы это будут как блокадные Ленинграды. Может быть чуть не утрирую, но направление вот это. И отсюда нужно выехать людям, дать возможность. А для этого надо заблаговременно не просто раздать землю. Нарезать, кадастровую работу провести. Алгоритм жеребьевки выработать. Волчок, чтобы запускать, чтобы коррупции было поменьше. Подготовить систему выдачи техники по количеству едоков и так далее. Строй материалов, удобрений. Всего того, что сейчас лежит грудами и никому не надо. А вы уверены, что мы не разучились работать на земле? А я вот по себе сужу. Я вот тоже разучился. Я пять лет назад сидел на Красной площади, надувал щеки и пальцы держал веером. Потом стал нищим, был мой мини персональный кризис. Я быстро всему научился, потому что надо было кормить моих детей. Я сейчас понимаю, что это было лучшее, что произошло у меня в жизни. То есть это было то изменение, которое добровольный человек сделать не может. Человек такая скотина, что не может добровольно изменить свою жизнь к лучшему. Ему нужно какое-нибудь потрясение. Я вас благодарю за это интервью. Спасибо большое, что нашли время для встречи. Удачи вашему бизнесу. Напоминаю, что на мои вопросы отвечал Герман Стерлигов, генеральный директор антикризисного расчетно-товарного центра. Спасибо вам большое. Запомните это название. Давайте будем следить. Очень интересное дело замышляется. Счастливо. Спасибо. Спасибо.